Приветствую вас, друзья! Сегодня мы отправимся в приключение, связанное с Веронот, Гневионом и Одином. Да, наконец-то Веронот отправится бить ему морду, вы этого ждали. Но сперва нужно будет помочь драконам пустоты обрести новый дом и забрать их из-за пределья, чтобы они обосновались в Альдракене. Ведь в эпоху такой суровой опасности, как сожжение мирового древа, любой союзник на вес золота. Как только мы поможем драконам пустоты, Веронот захочет освободить и штормовых драконов, которые почему-то не откликнулись на зов и не прилетели на драконьи острова. А все потому, что их насильно удерживает Один. С этим мы тоже постараемся разобраться, но только после небольшой интеграции. Не знаешь, где поиграть? Вовсирус, проект с кастомными расами, уникальными стартовыми зонами. Онлайн более 20 тысяч человек. Burning Crusade контент, переписанный под 80 уровень. Уникальные поля боя и арены, система категорий и батл пасса. Бой с Джайной после сражения с Королем Личом и многое другое. Переходи по ссылке в описании. Леди Веронот. Мы с героем собираемся пообщаться с возможными союзниками, которые, я надеюсь, помогут нам защитить древо жизни. Не желаешь присоединиться? Нет. Ясно. А я думал, тебе захочется взглянуть на драконов, которые вообще никак не связаны с аспектами. Приношу тысячу извинений. Стой. Я слушаю. Тогда позволь рассказать тебе о крыльях пустоты. Благодарю, что пригласили, но думаю, вы это сделали не только из альтруизма. Ты прав, но уверяю тебя, намерения у нас исключительно дружеские. Аспекты очень хотели бы, чтобы крылья пустоты помогли защитить наше новое древо жизни. Вы хотите, чтобы мы поставили свою жизнь под угрозу, да еще и за чужой мир? Смело. Что предложите взамен? Ну, мы... Можно я скажу, Гневион. Конечно. Гневион рассказал мне о Запределье. Неприятное место. Вам стоит подыскать дом получше. Почему бы не переселиться на драконьи острова? Вы же драконы. Значит, здесь ваш дом. Союз Вальдракена принял меня. Хотя поначалу мы не ладили. И вас они тоже примут. Здесь вам будет хорошо. Значит, новый дом. Безопасное место для яиц и драконы-соседи, которые будут нам рады. Все, что нам нужно. Морденаку, от лица Союза Вальдракена я официально приглашаю тебя и весь твой народ вступить в наши ряды. От лица крыльев пустоты я принимаю приглашение. Замечательно. Но прежде, чем мы присоединимся к герою, позволь показать тебе местные достопримечательности. Следуй за мной. Идемте, малыши. Прошу прощения, если детеныши тебе мешают. Они ничего не видали в жизни, кроме запределья. Они мне не мешают. Им просто интересно. Ты хочешь что-то обсудить? Что ты на самом деле задумал? Я? Задумал? Ты что, считаешь, я позвал с собой Веронод, чтобы она прониклась с сочувствием крыльям пустоты? И не удержалась от того, чтобы помочь? Думаешь, я проделал это все, чтобы она ощутила себя частью драконьего союза? Не понимаю, о чем ты. Далее мы зачистили пещеру от пауков, которые в дальнейшем будут жить драконы пустоты. Я немного задержусь. Пригляжу за малышами, пока не прилетят взрослые. Встретимся в Вальдракене, как закончишь. Благодарю тебя, Веронод. Мой народ скоро прилетит. С радостью пообщаюсь с тобой еще, Веронод. Тебе понравится Элиан, Марденаку. У нее непростой характер, но такой заботливой души ты больше нигде не найдешь. О ваших детенышах прекрасно позаботиться. Какие забавные детеныши. Им, конечно, не повредит урок хороших манер. Приятный урок, где им объяснят все словами. Не смотри на меня так. Я не чудовище, которое бьет детей. Значит, ты пережил это все еще до того, как вылупился? Трудно поверить, знаю. Но думаю, вы, крылья пустоты, как никто другой понимаете, каково это, когда тебя меняют, пока ты еще в скорлупе. Понимаем. Как странно. Похоже, мы с тобой сородичи не только по крови, но и по несчастью. Только не пойми меня неправильно. Может быть, яйца крыльев когда-то принадлежали вашему народу, но с тех пор прошло много лет. Мы независимое племя, у нас своя культура. Я бы с радостью послушал о твоем народе, когда будет время. Вашим малышам требуются какие-то особые условия? Не уверен. Нам все наши условия кажутся вполне обычными, но другие, пожалуй, могут назвать их особыми. Мы пошлем к тебе кого-нибудь из крыльев пустоты, Эллиан. Он расскажет, как у них ухаживают за детенышами, и ты сделаешь все, как надо. Замечательно. Кстати, ты хорошо питаешься, Гневион? Кажется, ты похудел. Не удивительно, но обсудим это позже. А сейчас пора принять наших новых друзей в союз Вальдракена. Спасибо вам за доброту. Крылья пустоты с радостью переселятся в Азерот. Ради всех драконов. Воздух вокруг Веронот заметно холоднее, чем где-либо еще. Похоже, что-то вывело ее из себя, хотя она выглядит спокойной. Все в порядке? Гневион рассказал мне о штормовых драконах, о Торигнирах, и еще об их так называемом создателе, Одине. Он поработил их, а еще имел наглость заявить, что мы, драконы, недостойны защищать Азерот. Покажи, чего стоишь. Ступай. Услышь, зов шторма. Почему вы не отправились на драконьи острова? Мой народ связан клятвой чести. Мы обязаны служить Одину, нашему господину и создателю. Мы слышали зов островов, но Один запретил нам откликаться. Дела драконов ничего для него не значат, а мы ему служим и, значит, обязаны подчиниться, ибо мы принесли клятву. Штормовые драконы, которым незнакомо слово честь, разорвали узы и улетели, но мой народ остался. Скажу правду, если бы мне позволили, я бы уже давно улетела, но мои крылья связаны. Да как он посмел? Как посмел этот чужак подумать, что имеет право требовать от драконов слепого повиновения? Как посмел он запрещать то, на что они имеют право с самого рождения? Я такого не потерплю. Гневион, герой, мы с вами нанесем Одину визит. Объясним ему пару прописных истин. Ты не представляешь, как долго мне хотелось вмазать Одину промеж глаз. Разговор окончен. В чертогах доблести самые верные соратники Одина. Соратники? Скорее рабы и надзиратели. Идемте, дети, поговорим с этим стражем Химдалем. Думаю, будет весело. Дитя Бури, зачем ты служишь своему всаднику? Обрети свободу! Я стану вашим судьей! Врата не должны пасть! Торигниры! Вы не должны исполнять чужую волю! Один считал, что драконы могут защищать Азерот, только если будут служить ему. Но вы способны сделать это сами! Драконы, сейчас вы познаете мой гнев! Не спеши, Валькира. Я пришла к твоему хозяину, а не к тебе. Честь велит мне остановить вас. Значит, у тебя ее больше, чем у Одина. У тебя и у Торгниров. Они служат ему, хотя их предназначение гораздо выше. Они должны защищать Азерот. Уходи, Эйр. Это не твое сражение. Девы щита! Назад! Пусть ваша битва будет достойной. И твоя, если решишь сражаться. Ваш Хранитель Лицемер не уважает своих слуг и лжет им. Когда я рассказал тебе об Одине, я не ожидал, что ты так резко отреагируешь. Так я тебе и поверила. Ты знал, я не потерплю такого лицемерия. Ну, я... Радуйся тому, что я не пожираю тут всех подряд. Моя цель – диалог. О, Один. Хотим переброситься с тобой парой слов. Парой-тройкой. Потрясающе. Я не думал, что кто-то может сравниться с валерьярами в силе. Довольно, болтовни, Хранитель. Неужто и вправду боишься сразиться с нами? Наглый сопляк! Смеешь оскорблять правителя валерьяров? К бою! Ты трус! Лицемер! Лжец! Явился в этот мир и требуешь, чтобы его дети склонялись пред тобой? Да как ты смеешь! Утверждаешь, что драконы не способны защитить Азерот, а сам превратил их в своих рабов! Называешь их творением богов, как будто они тебе чем-то обязаны! Торигниры и без тебя были великим народом. Их честь не дает им уйти. Но ты этого не заслуживаешь! Завершающая катсцена пока что недоступна. Чтобы избежать спойлеров, мы сможем ее увидеть только 15 ноября. Но по завершении задания Торигниры, штормовые драконы и крылья пустоты присоединились к нам. И теперь мы все вместе готовы отразить натиск Ферака. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение, ведь следующий ролик будет про самого крутого ло, вот про эту вот толстенькую сову. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok